Оказывается, Лукашенко является самым настоящим империалистом, акулой, которая унижает и обижает развивающиеся страны. И вообще, короче говоря, самым настоящим капиталистом и мироедом, против которых, по его же словам, он сам и борется. Кажется парадоксом. Не, ребятки, не кажется. Так это все и есть. Итак, в далекой африканской стране Зимбабве начинаются восстания, можно сказать, против Лукашенко. Нет, вы, конечно, можете опять сказать, что такого быть не может. И где Зимбабве, а где Лукашенко? И вообще, лучше бы нам отослать Лукашенко в Зимбабве и никогда о нем не видеть, не слышать. И вообще, пускай себе там живет, не знаю, где-нибудь под Хараре на ферме, пасет козы, огурцы и что там еще. Казалось бы, да. Но. Итак, вот какая связь. Итак, если быть серьезными, в Зимбабве грядут большие протесты ветеранов борьбы, местных ветеранов борьбы за независимость, скажем так, ветеранов войны с Южной Аэродезией. Как мы прекрасно помним, что Зимбабве была Южная Аэродезия, там был апартеид и все вот это вот с этим связано. И в результате победили тогда, помните, были еще два таких борца за, непреклонных борца за свободу Зимбабве, это Мугабе и Инкома. Потом Инкома, я не знаю, где делся, вот Мугабе стал президентом на 40 лет. Так вот, его соратники собираются протестовать против политики правительства Мираецкой, которая не оставляет им возможности нормально жить, нормально существовать, которая загнала их в нищету. Это уже нового президента политика, который после Мугабе. А при чем здесь Беларусь? Чего ты вообще сказал за Лукашенко? А вот при том, что как раз вот этот новый президент, у него есть очень жесткие, очень четкие, очень понятные связи с режимом в Минске. И вот этот зимбабвийский режим, по сути дела, в своей стране просто копирует отношения к людям, то же самое, которое есть в Беларуси. Просто потому, что Беларусь, он считает, не только Беларусь, но и Китай, он считает своими старшими братьями, и так сказать, братьями по разуму, если можно так выразиться. И вот это очень странная вещь, но оказывается, Зимбабве, это такая вот африканская Беларусь, где точно так же, как в Беларуси, нарушаются права человека, где человек ни за что может загреметь в тюрьму. То есть, эта страна является, ну, можно сказать, хреновой, даже вот по африканским меркам, которые, ну, намного ниже европейских. Вы сами это прекрасно понимаете. И вот режим там как раз и существует за счет братской помощи, можно сказать, от Беларуси. Ну, а какая братская помощь? Оружие, естественно. Что может дать Лукашенко? Деньги, что ли? Деньги не может. А вот оружие может дать вполне. Транспортное средство? Может. Средства подавления народных волнений? Может. И вот, собственно говоря, против этого лукашенковского товарища, ветераны войны за независимость Зимбабве и собираются бунтовать. А параллельно и в то же самое время против его дружков из Беларуси, а также из Китая. Вот, казалось бы, какая странная история. А еще одно очень интересно. А если у него там такие друзья есть, то почему он не организовал, например, трафик человеческий, такой же, как Лукашенко организовал из Ирака? Надо же было забить зимбабвийскими тогда беженцами польскую границу. Те гораздо быстрее побежали, чем иракцы. А ну, да, конечно, да. Они бы, конечно, побежали. Но учти такой момент, что Лукашенко бесплатно ничего не делает. Каждый иракец, который попадает в Беларусь или каждый там житель Сирии, они отдают от 10 до 15 тысяч евро за то, чтобы их туда доставили. В Зимбабве же население, способного оплатить подобный вот кульбит, просто нет. Его не существует такого населения. У них там почти не угонят 500 долларов. Какие там 10-15 тысяч, там за это говорить смешно. Поэтому, поскольку зимбабвийское население является абсолютно нищим, благодаря вот этим вот президентам, которые там при помощи Лукашенко правят один за другим, то это население и не интересует Лукашенко в плане, скажем так, гибридной войны против Европы. Ему гораздо ближе в этом случае арабы, которые в состоянии оплатить свое путешествие на польскую границу и которых можно хорошенечко обобрать. А вот зимбабвийцы как-то не очень. Ну вот такая вот, ребятки, связь между Зимбабвой, Беларусью, диктаторами, незаконной эмиграцией Лукашенко и вот всем этим, казалось бы, где те, где эти, а вот все очень даже сходится. Продолжение следует...